МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вопросы главе региона. Строительство школ, состояние сельских дорог и нехватка транспорта. Какие еще темы поднимали жители области? За подвиги и трудовую доблесть. В день 30-летия Конституции страны оренбуржцы получили госнаграды. Более трети россиян предпочитают открывать краткосрочные вклады. Сколько и как надолго откладываем? Итоги года педагога и наставника. Труд оренбургских учителей удостоен наград. Женская и мужская часть избы. В областном центре открылся Музей истории Оренбургского казачества. В эфире новости дня. В студии Артем Гарнов. Здравствуйте. Корреспонденты ОРТ готовы рассказать о самых заметных событиях города и области. И начнем с официальной повестки. Завершилась прямая линия с губернатором Оренбуржья Денисом Паслером. На протяжении двух часов глава региона отвечал на вопросы жителей области. Касались они разных сфер жизни. Это и здравоохранение, социальная защита, образование и общественный транспорт. В этом году вопросы касались и специальной военной операции. Выплат и помощи военнослужащим, добровольцам. Оренбуржцы также интересовались и сроками выплат для детей контрактников. Мы эту работу уже ведем. Деньги, по моему поручению, выделили Министерству соцзащиты. И сейчас, вот неделю назад, мы, соответственно, определились, что все-таки надо, конечно, распределить и распространить эти выплаты не только на контрактников, но и на добровольцев. Вот все, кто у нас входит, туда и Росгвардия попадет, туда и добровольцы попадут, и, как уже сейчас, ссоединяются контрактники. Кроме этого, в ходе прямой линии Денис Паслер ответил на вопрос о недостроенных многоквартирных домах на улице Планерной Оренбурга. От бездействия недобросовестного застройщика пострадали почти 600 дольщиков. В этом году объект решено достраивать за счет средств бюджета области. Глава региона заверил, дома достроят до конца 2024 года. Вопросы, которые не прозвучали в прямом эфире, будут переданы в профильные ведомства и не останутся без внимания. Подробнее о том, какие еще темы и проблемы поднимались на прямой линии губернатора, расскажем в ближайших выпусках новостей. 12 декабря в России отмечается День Конституции. В этом году исполняется 30 лет со дня ее принятия. Праздник, посвященный основному закону, существовал еще в СССР. Однако со временем и его дата, и сам закон изменились. Нынешняя Конституция является уже пятой по счету из принятых в России. Особый экземпляр Конституции, на который президент страны кладет руку во время инаугурации, хранится в Кремлевской президентской библиотеке. И еще из интересных фактов два экземпляра документа побывали в космосе. Их отправляли на орбитальную станцию МИР и на МКС вместе с космонавтами. И добавим, в вечернее время телевизионная мачта в Оренбурге озарится праздничной подсветкой в цвета российского триколора. Ратные подвиги и трудовая доблесть. В день 30-летия Российской Конституции губернатор Денис Паслер вручил отличившимся оренбуржцам государственные награды. Гербовый зал областного правительства. В ожидании главы региона герои специальной военной операции представители мирных профессий занимают свои места. Губернатор приветствует собравшихся и поздравляет с юбилеем Конституции. Я рад, что именно сегодня мы чествуем заслуженных оренбуржцев. Ваши достижения признаны на высшем уровне. Мы гордимся вами. Спасибо за вклад, который вы вносите в развитие Оренбуржия и России. С особой гордостью приветствую наших бойцов, участников специальной военной операции. Спасибо вам за храбрость и мужество, за защиту интересов нашей Родины и жителей новых территорий России. Участники спецоперации награждены медалями Жукова за храбрость. На высшем уровне отмечены достижения хлеборолов, медиков, деятелей культуры, спорта, транспорта. Медаль Ордена за заслуги перед Отечеством второй степень из рук губернатора получает Татьяна Степанова. Женщина 38 лет отдала Оренбургскому аэропорту. Была, как она сама признается, хозяйкой на земле. Кавалера медали захлестнули эмоции. Женщина не смогла сдержать слез. Я очень благодарна, что оценили меня по заслугам. Мне очень приятно. Я очень люблю свою профессию. Я начинала, перевозка всю жизнь отработала, начинала с дежурной по встрече, посадке. Ну и закончила руководителем службы. На высшем уровне отмечен труд Сталевара Алексея Батурина. Почти четыре десятилетия мужчина посвятил предприятию «Уральская сталь». А теперь указом президента России стал заслуженным металлургом страны. Признание моих лет, отработанных на предприятиях металлургии. Моего стажа, моего опыта. Ну и моих помощников, моих коллег. Общее фото с губернатором на памяти вновь за работу. За развитие нашего региона и всей страны. Александр Криволапов, Игорь Бероев. Новости дня. В Росгвардии подводят итоги года. Среди территориальных органов Приволжского федерального округа наградили управления, которые добились лучших результатов. Управление Росгвардии по Оренбургской области вслед за Татарстаном, Ульяновской областью и Мордовией заняло четвертое место. В Нижнем Новгороде под руководством командующего Приволжским округом войск надгвардии Российской Федерации состоялся оперативный сбор руководящего состава. За 12 месяцев войска округа приняли участие в обеспечении правопорядка при проведении более 200 публичных мероприятий. В ходе выполнения задач военнослужащие и сотрудники Росгвардии задержали более полутора тысяч граждан, подозреваемых в совершении преступлений и 500 человек, находящихся в розыске. Завершение итогового военного совета командующий округом вручил отличившимся военнослужащим и сотрудникам государственные и ведомственные награды. Отмечено и региональное управление. Благодарность получил и начальник управления Росгвардии по Оренбургской области генерал-майор полиции Олег Пугаев. К другим темам. В Оренбурге накануне на пожарах погибли два человека, сообщает в региональном МЧС. В селе Рудное Тюрганского района возгорание произошло в жилом доме и хозпостройках. В огне погиб 52-летний мужчина. На станции Заглядина Осикеевского района огнеборцы также ликвидировали пожар в жилом доме. В ходе работ обнаружена погибшая женщина 68 лет. Кроме того, ранним утром во вторник в Оренбургском районе произошел сильный пожар. Загорелись склады с зерном на территории фермерского хозяйства в поселке Красноярском. К тушению огня были привлечены 42 специалиста и 19 единиц спецтехники. В результате повреждены помещения на площади более 7 тысяч квадратных метров. Ущерб устанавливается. Сейчас ненадолго прервемся, и вот о чем расскажем далее в программе. Более трети россиян предпочитают открывать краткосрочные вклады. Сколько и как надолго откладываем? Итоги года педагога и наставника. Труд оренбургских учителей удостоен наград. Женская и мужская часть избы. В областном центре открылся музей истории оренбургского казачества. Это новости дня. Мы продолжаем. Более трети россиян предпочитают открывать краткосрочные вклады. Чаще всего жители страны кладут в банк от 30 до 100 тысяч рублей на срок от 1 до 3 месяцев. Об этом свидетельствуют итоги опроса аналитиков. Согласно исследованиям, более 39,5% респондентов открывают вклады на сумму в диапазоне от 30 до 100 тысяч. И срок вкладов не превышает трех месяцев. Второй по популярности вариант – депозит от 100 до 300 тысяч рублей. Так деньги сберегают почти четверть опрошенных. Почти 17% вкладывают от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Еще 9% – более миллиона. Что касается сроков, то после 1-3 месяцев следуют вклады до полугода. Это 28%. И 12-месячные депозиты открывают 11% клиентов банков. Аналитики поясняют такую ситуацию тем, что люди ждут повышения ключевой ставки ЦБ и не хотят расставаться с деньгами надолго. При выборе банка россияне обращают внимание прежде всего на проценты по вкладу, возможность оформить его онлайн и надежность банка. И теперь к ситуации на валютном рынке. Актуальные данные Центробанка на вашем экране. Поддержка экспорта – тема Всероссийской конференции, которая собрала в Оренбурге представителей 80 субъектов страны. На протяжении трех дней руководители региональных центров поддержки экспорта будут обмениваться опытом и планами на 2024 год. Центры поддержки экспорта помогают предпринимателям на всех стадиях сделки. От простых консультаций о внешней экономике до помощи в поиске партнеров. Так экспортерам России проще найти компанию за рубежом, выйти на сотрудничество, подписать контракт и поставить свой товар. Чтобы сделать господдержку эффективнее, нам необходимо понимать, у кого из регионов есть удачная, успешная, уникальная практика, выявить ее и постараться масштабировать на другие субъекты. Важно понимать, где что-то не работает и причины, почему это не работает. Именно для этого мы раз в квартал собираем инфраструктуру поддержки экспорта всей страны. В Оренбургской области за 9 месяцев услугами центра воспользовались 628 предпринимателей. Доступ к таким мерам поддержки открыт благодаря национальным проектам. О положительных результатах работы, несмотря на санкции, говорят и новые точки экспорта. Помимо таких традиционных направлений, стран таких как Центральная Азия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, куда мы исторически в силу нашей приграничности поставляли товары, у нас есть очень такие экзотические направления. Например, компания «Рушпала» железнодорожный брус поставляют в Египет. Компания «Мист» микросетчатые технологии заключили в этом году контракт с «Алжиром». У нас есть направления, связанные с Китаем. 40 компаний с помощью Центра поддержки заключили контракты на сумму порядка 17 миллионов долларов. До 14 декабря представители регионов примут участие в СЕСЕХ по вопросам укрепления и межрегионального сотрудничества. Почти полсотни новых «Газели» и автобусов получили образовательные учреждения области. На эти цели из федерального бюджета было выделено более 158 миллионов рублей. Яркие и новые. Подвижной состав школ и интернатов муниципалитетов региона пополнился в этом году во второй раз. Всего за 2023 год правительством Оренбургской области было закуплено 95 «Газели» и автобусов. За последние 4,5 года их общее число превысило 300 единиц. Как эту работу мы обязательно продолжим. Технику будем менять и дальше такими же темпами. То же самое и про ремонт образовательных учреждений и про строительство новых школ. И самое главное, конечно же, продолжим повышать заработную плату нашим педагогам и в бюджете. На следующий год эти деньги также уже заложены. Эти «Газели» и автобусы будут перевозить школьников в сельских территориях. Правительство отмечает, что это забота о благополучии детей, которые ежедневно добираются на транспорте на занятия. Таких ребят в Оренбургской области больше 12 тысяч. Автобусы для сельских образовательных учреждений – это также возможность для детей участвовать в олимпиадах, соревнованиях, посещать театры и музеи в областном центре. Год педагога и наставника подходит к концу. Заслуженные награды находят своих получателей. В Нижнем Новгороде более 50 преподавателей со всего Приволжского федерального округа получили благодарности и звания. В числе лауреатов – 5 представителей Оренбургской области. Одна из них – Демина Татьяна. 30 лет стажа, а любовь к своему делу у Татьяны Деминой все такая же сильная и яркая, как в начале профессионального пути. Я всегда хотела иметь профессию необыкновенную. Не для того, чтобы было нескучно, а для того, чтобы проявить творчество. Сначала в детстве я хотела быть актрисой, затем в старшем возрасте я хотела быть летчиком. То есть нужен экстрим. И в моей профессии это случилось. И актерство, и экстрим, и творчество, и определенная свобода. Татьяна совмещает должность заместителя директора и учителя по французскому языку. Считает, что родной язык Александра Дюма и Эдит Пиаф – красивый и музыкальный – настоящее украшение жизни. Мотивировать на французский язык можно через общее развитие. То есть показать, что именно иностранный язык дает большие возможности для развития способностей, для изменения качеств памяти, для воспитания воли. Все это есть именно во французском языке. Педагог считает, что обучение и воспитание ребенка – большая коллективная работа. И все его успехи – заслуга не только одного учителя. О том, что ее труд оценен, узнала прямо на работе. Говорит, звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» – большая честь, но при этом и большая ответственность. Помимо Татьяны, еще пять педагогов из Оренбуржья удостойны наград и благодарности разного уровня. Торжественная церемония прошла в Нижнем Новгороде. Это те люди, которым мы должны сказать спасибо за то, что в топ-200 школ страны они вывели 34 учебных заведения, которые располагаются у нас в регионах Приворского федерального округа. Успехи и достижения педагогов округа получают высокую оценку коллег. Но по признанию самих учителей, их главная победа и в обучении, и в воспитании сотен, тысяч детей еще впереди. Виолетта Широкова, Виктор Горшенев, Новости дня. В областном центре открылся музей истории Оренбургского казачества. Он появился благодаря сотрудничеству администрации города и казаков первого отдела Оренбургского казачьего войска. Казачья изба. Первый зал, с которого начинается экспозиция музея. Здесь все о бытии и традициях оренбургских казаков 19-20 веков. В мужской половине избы предметы, которые всегда были у хозяина под рукой. Поскольку верный друг казака – конь, то это попона, седло, хомут, подковы и многообразие стремян, которые демонстрировали мастерство кузнеца и служили украшением лошади. Другая половина избы – женская. Для оренбургских казачек на первом месте пуховое ремесло. Мы показываем разнообразные чёски. Мы и современные чёски, которыми пользуются, и та чёска, которая когда-то присутствовала в быту. А если раньше, то гребень. В экспозиции собраны более 150 уникальных предметов. Одни из них были найдены при раскопках и экспедициях, другие в дармузею передавали сами горожане и давние жители тех станиц, которых уже даже нет на карте. Оренбургские казаки ездили по станицам в поисках уникальных предметов. И вот этот свадебный костюм казачки был найден в одной из станиц. Удивительно то, что это не реплика. Он был сшит в 1936 году и сохранился до сегодняшнего дня в подлинном виде. Следующий зал – боевой славы оренбургского казачества. Экспозиция рассказывает об истории казачьего войска от его образования и до сегодняшних дней. Уникальный экспонат в коллекции – икона Георгия Победоносца 1905 года. Ею казаков благословляли в путь. Некоторые экспонаты привезены из зоны СВО. Казаки всегда вставали на защиту государства. У казака всегда было холодное оружие и плюс еще к этому шло огнестрельное. Казак умел сражаться как пешим, так и, разумеется, сражаться верхом на лошади. И, конечно же, хотелось отметить самые крупные конфликты, в которых принимали участие казаки Оренбуржьи. Конечно, один из самых страшнейших конфликтов – это Первая мировая война. Видите, у нас вот это есть фотография. Дело в том, что в Первой мировой войне приняло участие больше 60 тысяч казаков из Оренбуржья. Открыть новый музей удалось при поддержке правительства области и Фонда культурных инициатив. Сотрудники музея совместно с Оренбургским казачьим войском выиграли гранты на реализацию своей идеи. Идея открыть музей истории Оренбургского казачества пришла очень давно. И она жила на протяжении нескольких лет. Среди коллег музея истории Оренбурга, среди казаков наших оренбургских, которые очень хотели бы иметь такой, в кавычках, дом, куда они могли бы привезти своих последователей. Весь декабрь музей истории Оренбургского казачества будет работать для посетителей бесплатно. Анна Овсяникова, Семен Воробьев, Новости дня. О спорте. Долгожданная победа волейболистов. Оренбургский нефтяник выиграл матч девятого тура Суперлиги в Сургуте. Наш соперник «Газпром Югра» сезон начал довольно бодро, но потом команду стало лихорадить. Хотя и оренбуржцы с единственной победой в активе полетели в Сибирь явно не в роли фаворитов. Тем не менее, начало осталось за гостями. Нефтяник вырвался вперед в счете, а хозяева весь стартовый сет наверстывали. В концовке даже отыграли двойной сетбол. На больше-меньше сами повели 27-26. И в этот момент оренбуржцы набрали три очка подряд и взяли партию. Мы знали свои проблемы. Они, честно, у нас в первой партии были. Это определенные нюансы показали. Потом подчистили, выдали. Вот результат. В начале второй партии сургутяне лидировали, но гости уже обрели уверенность. Планомерно догнали. На концовку вышли с комфортным отрывом плюс три и сохранили его 25-22. Продуктивно действовал диагональный земчонок. Доигровщик с подобес из-за болезни пропустив матч с Енисеем сейчас очень помог команде, набрав 17 очков. Другой доигровщик Макаренко и связующий Жось попали в символическую сборную тура. У нас была серия таких обидных поражений по 2-3. Какой-то веры, наверное, не было. Сегодня, наконец-то, мы добились победы и 3-0 и в сургуте. Думаю, что это даст нам большой толчок в дальнейшем. Оренбуржцы показывали свой лучший волейбол, превосходя соперника во всех компонентах. В третьем сете повели 12-6, когда у хозяев вышел Руднев и чуть не перевернул игру, сравняв счет. Но больше гости борьбы не допускали и только наращивали свое преимущество 25-19. Наконец-то победа 3-0. Я просто рад, что команда сыграла вот так, как они хотели. Они порадовали, в первую очередь, оренбургских болельщиков. Они сегодня ехали и хотели им эту победу подарить. А там уже такие технические, тактические, будем обсуждать дома на тренировках. Благодаря такому успеху нефтяник с 15-го места таблицы шагнул сразу на 11-е. Следующий матч наши проведут в среду в гостях у «Шахтера». Анатолий Юденич и Егор Катаев. Новости дня. И о погоде. В регионе по-прежнему аномально морозно. В начале недели температуры ожидаются достаточно низкими. Но уже к выходным станет комфортнее. Ожидается снег. Об этом сообщают в областном гидромедцентре. Область находится под влиянием южной периферии антициклона. В ближайшие два дня ветер ожидается северо-восточного направления. Ночь на вторник была самой холодной на этой неделе. Температуры опускались до минус 26 на основной территории и до минус 34 на востоке области. А дневные температуры в пределах 24 мороза. В среду ночью в большинстве районов области столбик термометров будет в пределах 22 градусов. В четверг мы по-прежнему находимся под влиянием антициклона, но уже западной его части. Поэтому ветер развернется у нас на южное направление. Температура продолжит у нас расти. То есть потихоньку будет теплее. Так, ночные температуры в четверг уже ожидаются в пределах где-то минус 25 градусов. Даже минус 18, минус 23. Днем же температура будет на районе 13, 18, 12, 17 градусов. В пятницу температуры будут еще выше. От минус 10 до минус 15 днем и до 23 мороза. К выходным ветер сменит направление на южное. В субботу температура продолжит расти в пределах 10 градусов днем и до минус 17 ночью. В воскресенье ожидается достаточно теплым. В большинстве районов области снег. И вся следующая неделя обещает быть снежной. На этом все. Напоминаю, еще больше информации на нашем сайте orttv.ru. А также присоединяйтесь к группам телеканалов в социальных сетях. Если вы столкнулись с проблемой или стали участником интересного события, пишите и звоните нам в редакцию по номеру телефона 8-987-852-6011. Ну а я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова